Добрый день! Сегодня наша редакция на рулевке на новой Риге Лайф приехала в Крокус Сити Мол, где в рамках празднования 20-летия Мола проходит лекция Светланы Грохотовой, эксперта по этикету. Мероприятие проходило в пространстве книжного салона эксклюзивных книг «Экслибрис», интерьер которого отражает атмосферу настоящего мужского клуба. Это наши книжные изделия, это цельный продукт, который состоит из мельчайших деталей, каждый из которых работает на передачу визуального или тактильного эффекта. То есть, к примеру, если это книга мемуаров Наполеона Бонапарта, то она будет выглядеть словно эта книга непосредственно из библиотеки Наполеона Бонапарта. Она будет тяжелой, она будет в шагрине во французском переплете, на крышке будет монограмма Наполеона. То есть, погружение в книгу начинается непосредственно сразу, когда человек берет книгу в руки. Ну, за последний месяц мы, в общем-то, достаточно много сделали новинок, но, пожалуй, самое яркое является полное собрание Джека Лондона. Например, если мы закроем название «Джек Лондон», то мы сразу, в общем-то, можем понять, что это именно Джек Лондон. То есть, это слабое зимнее солнце, это волк, это горы Аляски. То есть, таким образом человек непосредственно понимает, что за книгу он держит. И также здесь очень важен обрез. Обрез – это та самая деталь, которая, в общем-то, передает настроение, настроение автора. На протяжении лекции гостям предлагали продегустировать избранные сорта виски, предоставленные компанией «Лудинг», о которых рассказывал бренд-амбассадор компании Роман Тубаков. Особую атмосферу создавал профессиональный торседор из Кубы с 15-летним стажем Хосе Бориэнтес, который крутил сигары для гостей. О крепости. Стоит обращать внимание на крепость. Сейчас такая тенденция, что многие производят виски крепостью выше 46 градусов для того, чтобы не делать холодную фильтрацию. Вопрос о холодной фильтрации, он спорный. С одной стороны, он делает продукт стабильным, с другой стороны, многие считают, что забирает часть вкуса. Ну и что касается бочек, все-таки сейчас большое разнообразие дает именно выдержка в различных бочках. На это стоит обращать внимание. Мне очень понравились ведущие, которые правильно рассказывают, которых хочется слушать. Вот. И я сегодня пришла не одна на это мероприятие. Я пришла со своей дочерью и с ее мужем. Вот. И они очень-очень довольны, потому что ее муж, что он увлекается и виски, и сигары любит. У виски есть интеллектуальная история, да? И писатели спорят. Хемингуэй, когда писал свои произведения, он пил виски, пил вино или нет, да? Это такой давний литературный спор. Я думаю, что привязанности у меня нет, но иногда на отдыхе я позволяю себе. Мне кажется, что свою самую первую статью я написал, будучи под определенным воздействием ирландского виски. И в дальнейшем некоторое время меня привлекал этот образ человека, который вечером сочиняет статьи с бокалом виски и сигаретой. Светлана Грохотова рассказывала гостям о культуре употребления виски, правилах подачи и сервировки, выборе бокалов и аксессуаров в сочетаемости с едой и другими напитками, раскрыла тему правил и традиций курения сигар и соответствующего дресс-кода. Салон посуды Шатадо Весель предоставил для демонстрации всевозможные аксессуары и посуду для лекции, вплоть до профессиональных пипеток для виски. Также все получили сладкие угощения от кондитерского бутика Куклинова Пастри. Ну, про вино, например, я многое знаю, про виски я вообще ничего не знаю. Конечно, наверное, 90% новой информации для меня. Очень красивые книги, очень редко встретишь такое. Да, мне рецепты там приглянулись эклеров. Я подумаю, сейчас закончатся лекции, возможно, возьму, потому что очень красиво, мне кажется, для интерьера своего дома она мне подойдет. Но для меня десерты, это, наверное, больше не про сладкое. Я, если честно, сейчас будет такое, я не люблю десерты, но я ем сладкое, но для меня это такой экспириенс. Я вообще очень люблю поездить по каким-то местам, ресторанам, попробовать что-то новое, необычное. Я всегда, когда прихожу куда-то, особенно я люблю в питерские какие-то гастро-места, когда я прихожу, говорю, мне самое необычное, что есть в меню, и я попробую. Для меня это больше про эстетику, то есть для меня это действительно поднимает настроение, когда ты пробуешь что-то необычное. Спасибо всем, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети и на наш канал, чтобы быть в курсе новых роликов. А на нашем сайте rrdefislife.ru вы сможете читать самые свежие новости нашего района. До новых встреч!